В России и на Украине сразу в нескольких храмах одновременно замироточили иконы. Прихожане и священники гадают, какой знак послан людям свыше. Ведь столь массовое мироточение до сих пор фиксировали накануне масштабных катаклизмов. Например, перед революцией 1917 года. Дмитрий Семенюк попытался докопаться до истины. Елена, первые сообщения о мироточащих иконах пришли еще в конце минувшей недели из республики Коми. А уже во вторник стало понятно, что явление носит массовый характер. Такие капли появились сразу на нескольких иконах Свято-Стефановского кафедрального собора в центре Сыктывкара. Мира аккуратно собрали в специальный сосуд и во время службы окропили всех желающих. Мира, вытекающая чудесным образом из икон, по преданию, обладает исцеляющими свойствами. Состав этой маслянистой жидкости не похож ни на одно известное науке вещество. Были взяты в московских институтах капельки мира, но состав их так и не удалось ученым изучить. Поэтому, конечно, это сверхъестественное явление. Иконы в Сыктывкаре замироточили несколько дней назад. Позже стало известно, что подобные события происходят и в других городах – Печорах, Ростове-на-Дону, Новокузнецке, Одессе и Ровно. Икона, она не так мироточит в любой час, когда ты хочешь. Она дает какое-то знамение. Многих верующих плачущие лики святых встревожили не на шутку. Согласно церковным хроникам, за последние сто лет подобные массовые мироточения наблюдались дважды. Самое известное – в 1917-м, накануне Октябрьской революции. В новейшей истории подобное явление произошло в начале 90-х, за несколько месяцев до событий, которые привели к распаду Советского Союза. Конечно, впереди у нас было тяжелое время. Все знают про отчество. Поэтому вот они плачут. Я думаю, что они готовят нас к этому. Яромонах Климент из Печора успокаивает прихожан. По словам священнослужителя, массовое мироточение – это лишь знак, предвещающий перемены. Икона может замироточить, либо предвещая какие-то хорошие события, либо же, наоборот, предупреждая нас, готовится к чему-то, что-то может произойти, какие-то перемены. Отец Иоанна Сектывкара тоже ждет перемен, но только хороших. Священник уверен, настоящее чудо в его храме не может предвещать ничего дурного. Три года назад одна из икон в Свято-Стефановском храме уже мироточила. И тогда произошло сразу несколько удивительных событий. Многие из тех, кто прикоснулся к святому образу, излечились от давних болезней. А одной прихожанке даже удалось победить такой страшный диагноз, как бесплодие. Продолжение следует...